друзья всем добрый день на связи александр янюк с вами команда твт эксперт я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка сегодня понедельник и мы готовимся к этой непростой неделе ведь на этой неделе будет очень много всего интересного и решения по поводу процентных ставок и статистические данные по ввп это сто процентов принесет нам волатильность на этот рынок плюс достаточно серьезная экспирация под конец года поэтому давайте разбирать по порядку эти события американский доллар продолжает свое плавненькое снижение судя по сот отчетам мы не видим чтобы фонды накапливали лонговую позицию с большей вероятностью эта тенденция у нас еще продлится до момента пока фонды не нарастят первый раз хотя бы до лонговую позицию говорить о том что близится завершение коррекции не стоит поэтому другие активы будут чувствовать себя чуть более свободнее за счет того что американский доллар не будет давить на них своим ростом дальше у нас европейская валюта прошла экспирация опционных контрактов мы видим что экспирация просто прошла вблизи уровня наименьших выплат по опционам ну и и предыдущими текущим достаточно высокий открытый интерес по опционам пут то есть участники рынка страхуют себя перед заседанием ЕЦБ по поводу процентной ставки напомню что участники рынка рассматривают и ожидают что ЕЦБ поднимет ставку на 50 базисных пунктов хотя еще месяц ранее ожидали 75 базисных пунктов поднятия и таким образом это немного разочаровывает участников рынка и соответственно мы видим что особо яркого движения с начала недели нету если мы посмотрим на сот отчеты то здесь все без изменений фонды по-прежнему наращивают лонговую позицию хеджеры открывали и лонги и шарты неподотчетные открывают лонг позиции 3000 контрактов для них это ну не каждую неделю такое можно увидеть и учитывая то что фонды продолжают накапливать лонговую позицию даже на текущих отметках то с большей вероятностью они будут продолжать это делать до момента пока мы не видим обновление локального минимума да то есть когда не сломается вот эта вся восходящая структура поэтому пока цена выше отметки 1.03 вот этого уровня лимитной поддержки есть смысл рассматривать лонг-приоритет это и среднесрочный и спекулятивный лонг-приоритет но конечно среднесрочно хотелось бы увидеть небольшую коррекцию возможно это как раз будет на заседании фрс возможно на заседании ецб возможно на данных по индексу потребительских цен еврозоне поэтому не стоит спешить не стоит набирать большую позицию перед новостями есть смысл набирать ее частями небольшими порциями хочу отметить то что предыдущая неделя закрылась в районе своего максимума даже с учетом того что очень много продавали и вот отличие здесь есть лимитный покупатель и отличие лимитных покупателей бывает следующее да по американскому доллар там в комментариях на ю тубе писали о том что здесь также был лимитный покупатель ведь вот 7 числа много продавали а цену даже удалось поднять 7 12 но здесь есть отличие и и она кроется в открытом интересе то есть открытый интерес когда вот тут много продавали а цена не падала открытый интерес упал с большей вероятностью это закрытие шортовых позиций то есть те кто накопили шортовую позицию для того чтобы выйти им нужно купить актив до купить можно по рынку как в принципе вот тут делали от купали все по рынку либо выставить лимит на продажу таким образом создать лимитную поддержку и учитывая это рыночные участники продавали цену не могли опустить но это не является лимитной поддержкой торговая лимитной поддержка от которой есть смысл торговать данном случае по европейской валюте мы видим что много продавали открытый интерес продолжает расти а цена не упала из большей вероятностью это приведет к тому что цены еще некоторое время будут двигать вверх швейцарский франк прорвал свое сопротивление он менее ликвиден и раньше евро это сделал по швейцарскому франку особо сильно ничего не поменялось фонды чуть нарастили шортовую позицию но так-то они в нет лонгах поэтому и дальше рассчитываю на то что швейцарец будет двигаться вместе с евро австралийский доллар вот тут есть позитивные сдвиги видим что фонды начали накапливать лонговую позицию две недели подряд они не накапливали сильно не сокращали но и не накапливали вот за предыдущую неделю они открыли практически 4000 контрактов лонговых и это говорит нам о том что они будут пытаться продолжать эту тенденцию с большей вероятностью как раз достижение уровня сопротивления это уровень объема за сентябрь 22 года и тогда мы увидим слабость открытый интерес падал на протяжении последнего времени у участников рынка не было заинтересованности двигать цену дальше но в преддверии заседания банка австралии на следующий в ближайшее время готовится к этому и делают ставку на то что все будет окей делают ставку как раз на лонг поэтому здесь есть смысл снова рассматривать лонг приоритет я рассчитывал на то что слабость приведет к более значительному снижению и вот отсюда можно будет взять лонг но нет начали накапливать позицию раньше а вот по новозеландцу ситуация не очень хорошая как и по австралийцу открытый интерес падал в последнее время до их на экспирацию он прям нормально провалился но это только связано с тем что новый контракт старые позиции еще неделю будут переносить на новый контракт поэтому в ближайшее время мы увидим плавненький рост открытого интереса не пугайтесь да он плюс-минус вот так и вырастет и в зависимости от того куда он вырастет до либо он будет выше отметки с которой закрылись либо ниже то мы будем говорить о том насколько сильны настроение участников потому что если они не будут переносить свои позиции и все закончится где-то вот тут то с большей вероятностью дальнейшее движение вверх будет под большим вопросом сот отчеты указывают на то что ничего интересного не произошло только закрывали позиции поэтому я считаю что новозеландец в ближайшее время будет двигаться слабее австралийского доллара и есть смысл работать как раз на спреде австралиец против новозеландца австралиец чуть сильнее соответственно его покупаем новозеландец продаем либо используем кросс-курс а вот нзд в лонг канадский доллар слабость продолжается здесь все без изменений первые цели практически достигнуты уровень объема уже от ну грубо говоря от тестировали еще прям не кольнули его но основная цель это как раз обновить локальный минимум по британскому а давайте сразу канадский доллар сот отчеты посмотрим тут интересно только то что фонды хеджеры точнее начали накапливать лонговую позицию когда они это делают то не сразу происходит разворот то есть фонды план хеджер извините хеджер плавно плавно накапливают лонговую позицию цена опускается они набирают цена опускается они набирают и этот процесс может длиться месяц-два-три месяца внутри нет месяц-два и это все будет формировать для нас низкую базу то есть в какой-то момент мы увидим что цена не падает и это для нас будет хорошей возможностью среднесрочно зайти в лонг как это было по австралийцу вот в этих местах хеджеры накопили лонг да и цену дальше погнали вверх точно также было и по новозеландцу хеджеры начали накапливать позицию посмотрите еще раньше не начали накапливать позицию отсюда и закончили в этом месте и после этого началось движение вверх то есть плюс-минус такая же ситуация у нас будет и по канадскому доллару если мы посмотрим агрегированный соточет мы видим что они накопили эту позицию цена чуть пошла вверх они не частично сбросил но сейчас снова продолжают накапливать с большей вероятностью как раз будет сбор ликвидности чуть пониже отметка 072 вкусно смотрится и после этого дальнейшее движение вверх на слабости американского доллара британский фунт фонды особо сильно они там ничего не нарастили до 1000 контрактов но закрыли 7000 контрактов лангов шертов и таким образом перекос у нас происходит на зеленая линия растет хотя на самом деле это не супер сильный показатель хеджеры свою очередь открыли свежие деньги занесли до открыли 15 тысяч контрактов шертов как по мне это более весомый аргумент поэтому я считаю что британец все-таки short приоритет сохраняется здесь достаточно тоже высокий интерес в put опционах скорее всего это проданные put опционы и с большей вероятностью цену будут подгонять пониже чтобы понервничали продавцы японская иена двигается в разрез облигациям посмотрим сразу спред между японской иены и облигациями в последнее время двигались синхронно но сейчас японская иена показывает силу с большей вероятностью участники рынка рассчитывают на то что облигации продолжат свое движение вверх ставку ну вот на этой неделе будут принимать решение по поводу процентной ставки фрс да швейцарец тоже в принципе но больше всего внимания как раз фрс что поднимут на 50 базисных пунктов если они поднимут на 50 базисных пунктов и заявят о том что с большей вероятностью темп будут темпы ужесточения будут чуть слабее то облигации достаточно бурно вырастут и это поддержит японскую иену скорее всего трейдеры делают именно на это расчет за последнее время мы видим что особых прироста в открытом интересе по японской иене не наблюдается да немного шортов на накопили хеджеры немного лонгов взяли неподотчетные трейдеры но это сильно никак не повлияло на расклад сил и мы видим что японская иена в последнее время в последнюю неделю болталась в боковике и сейчас как раз сделал отскок от уровня объема лонг приоритет среднесрочный здесь сохраняется учитывая насколько сильно упали это важно для экономики японии это что банк японии выступает бесплатным пут опционом по сути будет поддерживать цену в случае падения явного перекоса в соточетах нет биткоин и вся криптовалюта замерли возле уровня вот этих уровней сопротивления которые были установлены ранее я рассказывал почему эти уровни достаточно важны и их сложно пройти не буду это повторять в принципе в предыдущих выпусках можете посмотреть но эфириум я жду эфириум на пробой эфириум пока не пробился выше если мы посмотрим на динамику кумулятивной дельты по объему и по количеству то в последнее время они двигаются плюс минус синхрон до небольшая дивергенция происходило вот в этих местах но как раз я считаю что это накопление потенциала для того чтобы пробить и скорее всего эта неделя и будет пробойный все уровни все вот эти интересные области будут разобраны пробиты вот на это расчет на эту неделю учитывая то что и банк швейцарии банк англии и cb и фрс будут принимать решения по поводу процентной ставки волатильность будет бешено я не уверен в том что будут трендовые движения но волатильность будет ого-го так дальше мы посмотрим на золото по золоту ничего не поменялось лично мое мнение что есть смысл его подкупать чуть пониже и в принципе уже вот приблизились мы к тому к таймингу что есть смысл заходить среднесрочно в лонг фонды по-прежнему несут деньги в етф и которые связаны с золотом золото добычи поэтому поддержка еще есть но некомфортно покупать этих отметок некомфортно хотелось бы среднесрочно зайти вот на проливе я рассчитываю что эта неделя принесет нам сладкие уровни из которых будет смысл брать нефть по-прежнему болтается вблизи отметки 70 если действительно сша будут выкупать нефть в диапазоне 70 60 то это шикарная как по мне торговая идея покупать нефть вблизи отметки 70 добавлять позицию по 75 по 60 таким образом формировать хорошую выгодную среднесрочную цену и рассчитывать на то что сша будут восполнять свои запасы и это создать некий дефицит на рынке нефти учитывая еще и то что медь по чуть подрастает она по-прежнему подрастает то это говорит нам о том что экономики начали развиваться предновогодний период праздники и соответственно в этот промежуток времени многие покупают что-то соответственно производство должно это сделать чтобы продать и таким образом деловая активность растет проект промышленная активность растет этой неделе также будет блок статистики по поводу промышленности пьемаек но я уверен что большинство внимания как раз будет сосредоточено на инфляции которая в сша выйдет во вторник в среду инфляция выйдет в британии и в пятницу если не ошибаюсь инфляция в еврозоне вот эти данные плюс ставки центральных банков это самое важное что будет на этой неделе пшеничка здесь все закончилось поэтому ждем новый сигнал на шорт по этому инструменту хотелось бы конечно его увидеть опять же повыше вот что так же красиво это было и фондовые индексы по фондовым индексом прям равняют делают шикарный уровень за которым будет сосредоточено много стоп ликвидности я считаю для того чтобы этот уровень стал стал максимально сильным нужно еще сделать один заходик повыше либо проторговаться чуть ниже предыдущего максимума и тогда уже можно будет покатить вниз не рассчитывая на то что поднимутся уже к уровням объема хотя это было бы очень круто но сил скорее всего уже не хватит не знаю даже на чем это может произойти разве что пауэлл действительно скажет что скорее всего на следующем заседании уже поднимать не будем вот в этом случае окей да будет бурная реакция вверх возможно мы как раз доберемся но все равно шорт приоритет останется несмотря на то что он откажется от ужесточения потому что инфляция так достаточно высокая ставка достаточно высокая у компании у которых есть долги это долги сильно подорожали инфляция кушает их маржу кушает их потенциальные доходы и как на этом расти как на этом зарабатывать компания поэтому здесь будет шикарная возможность поработать на пробой если мы говорим о спредом о спредах то в последнее время от что хочу с еще показать раз очень интересная ситуация по разу так как поясин пи нас доку закрывают лонговые позиции а вот рассел хеджеры открыли существенный объем лонг позиции по этому фьючерсу и последнее время мы видели что рассел чувствует себя чуть хуже вот они воспользовались этой возможностью с большей вероятностью ставка на то что в ближайшее время аппетит к риску немного вырастет и таким образом именно компаниями малой и средней капитализации они будут бенефициарами этого аппетита к риску потому что в такие периоды именно они лучше всего перформер соответственно есть смысл как раз рассмотреть именно рассел в ближайшее время в ближайшую неделю-две для среднесрочных лонговых позиций и здесь в принципе и спред можно будет поторговать snp против рассел к примеру snp в шорт рассел в лонг британец против канадского доллара заслуживает отдельного внимания у нас середина месяца близко экспирация фьючерсных контрактов то есть она будет в пятницу то что твт перешли уже на новый контракт связано с тем что ликвидности на нем значительно больше и есть смысл анализировать уже новый контракт но по факту экспирация будет завершение полное завершение предыдущего контракта в пятницу и дальше расчет и вот в ближайшую неделю я планирую начинать торговую идею британец против канадского доллара ранее начинал подобную идею только спекулятивную с учетом того что цены достаточно сильно разошлись большую часть позиции я покинул и это была позиция связана только с тем что эти активы коррелируют до расхождение было больше среднестатистического но они разошлись больше двухсот пятидесяти пунктов с моей точки входа и соответственно я позицию практически полностью покинул оставил не был небольшую часть потому что часто бываешь только вышел цена в твою сторону баба соответственно заходил частями выхожу тоже частями по поводу этой торговой идеи это уже другая торговая идея связана в рамках торговой стратегии вход раз в месяц да и здесь все четко вписывается так как британец растет достигает своих новых уровней сопротивления и у меня шорт приоритет по британцу канадский доллар там тоже шорт приоритет продолжается но хеджер уже начали накапливать лонговую позицию соответственно в этой идее я более оптимистичен и более уверен буду накапливать эту позицию учитывая еще и то что против меня неплохо уже прошли активы очень красиво разошлись и формируют все чаще части формируют качественные точки спреда третьей категории это это супер если еще и британец делает обновление вау будет так секундочку извините интернет есть только когда мне никто не звонит окей дальше у нас по спредом еще из того что интересного это у нас нефть против мазута продолжают торговую идею серебро против золота да те кто заметили в пятницу эту ситуацию я уверен вы воспользовались здесь серебро обновило свой максимум за этот месяц а золото не обновило свой максимум за этот месяц соответственно есть смысл как раз золото прикупить а серебро продать и даже сейчас эта идея вполне себе актуальная поэтому кто не успел есть смысл попробовать хоть не на большой объем будет подарок перед новым годом либо приятно либо неприятно потому что наперед мы не знаем сойдется этот спред или нет поэтому рисковать в нем не стоит очень супер сильно стандартный ваш торговый риск австралиец против новозеландца торговая идея продолжается и все больше факторов указывает что в ближайшее время будет схождение и в принципе все если у вас остались вопросы если у вас появились комментарии пишите под этим видео задавайте в telegram спасибо за ваше внимание на связи до пятницы